всем доброго времени суток сегодня у нас снова на повестке дисней хотел сказать дрисней но все-таки мы говорим про ранних работы тогда он еще не был дрисней сегодня значит вторая часть про восьмидесятые если бы эти более конкретно то уже про анимационные фильмы кстати забегая вперед немного скажу что начиная 80-х годов они начали сотрудничать с различными студиями плюс у них открылась еще одно свое внутреннее подразделение которое специализировалось на мультсериалах первых был какой-то вузл или визл как так назывался какой-то детской невероятно не знаю идиотское шоу которые даже одну серию не смог вытерпеть потом у них пошли мишки гамме это слишком детская я тоже это смотреть не смогу а вот уже начиная с третьего уже пошло так сказать наше любимое знакомое это дактейлс чип и дэйл тэйл спин и так далее и тому подобное да это началось еще 80 но об этом как бы речь идет сегодня у нас именно полнометражных их анимационных произведений когда заметила их тоже было пять штучек и в этой декаде чё-то меня прям дисней разочаровал я бы так сказал из этих пяти фильмов только один на мой взгляд действительно хороший остальные в лучшем случае средние начнем как раз таки с хорошего потому что он вышел в 81 году это лис и пес ну или лис и охотничий пес как в моем переводе зачем-то перевели собственно тут история опять и про живность как понятно из названия про лиса и пса значит у лисенку мамашу на охоте слопали он один остался и местные животинки виде большой мамочки из филина и двух других птиц дятла и какого-то жаворонка или воробья подбросили этого значит лисенка местной бабули который живет тут на опушке она его естественно воспитывать взяла вот но в соседях у нее оказался охотник такой знаете как бы как бы его так описать это тут по цивили не то чтобы прям бомжатого вида вот такой запущенный знаете мужичок и он как раз в этот день привозит себе там с рынка или еще где-то короче купил себе щенка на охоту а то его пес уже стареет немножечко ну и собственно да лисенок ознакомиться случайно встречается с этим самым щенком знакомиться они становятся лучшими друзьями однако проходит время охотник естественно уезжает на охоту и скажем так щенок собственно становится охотничьей собакой чем все это закончился думаю в принципе вы предсказать можете на правда поворотик небольшой там под конец есть хотя он тоже довольно таки предсказуем учитывая что это диснеевский детский мультик единственное что мне кажется лишним было в этом мультфильме это сцены с лисицей в конце когда лис все-таки оказался так сказать на воле в заповеднике бабуле выпустил когда он более-менее повзрослел заповедник там ему значит савунья лисицу решила найти добавили вот этот ненужную ли в любовную линию то что серьезно не нужно она вообще абсолютно никак не влияет на сюжет она просто рассказал растягивает хронометраж и в принципе до мультик короткий он час десять идет если вот этих сцен не было даже часа мне был не шел бы на ефке театр просто тупо не пустили а на тв как-то его в те годы наверно выпускать бы не стали и так слишком много денег него в бухали и анимации этого это не хухры-мухры рисовать надо уметь плюс на это сколько времени уходит вот не считая вот этого момента в принципе мультика очень хороший получился как бы там и моральные посылы четкие прослеживаются и сама история хоть и простенькая но эффективная за персонажами тоже интересно следить есть и комедийные отдушины виде как раз вот этих вот двух птиц и дятла и воробья в принципе просто вот даже как-то добавить ничего просто хорошие анимационные произведения для всей семьи я бы конечно не ставил их бы вровень со всякими мастодонты вроде бэмби ну скажем так на той же полочке можно поставить запросто произведение хорошее мне понравилось прям с удовольствием посмотрел что у меня последнее время скучается а вот дальше к сожалению что-то как-то пошло куда-то не туда например а фильм черный котел тут у нас типичная прям прям вот совсем совсем знаете такая вот штампованная сказочка про маленького пацана который мечтает стать убер супер-пупер-дупер рыцарем спасти королевство есть принцесса блондинистая которую тоже надо спасать действие грозный злодей в черном балахоне с мордой как у скелета есть собственно самый черный котел который дает супер-пупер-дупер власть над всем неровной то есть я не знаю может быть в детском возрасте это смотреть было бы интересно но блин серьезно мне кажется даже уже в 80 на это на то время на 80-е года уже подобных произведений было тьма тьмуще чем вот это кроме разве что своей анимации все-таки дисней выделялась на фоне других таких же тем что тут есть волшебная свинья который предсказывает будучи но не знаю спорное преимущество в результате вот этот вот фильм и следующий фильм я просто задайте смотрел что называется с немым лицом то есть мне просто было насрать я что называется просто смотрел чтобы посмотреть абсолютно никаких эмоций у меня он не вызывал а вот как раз таки третий вот фильм который я посмотрел это играют great mouse detective великий машинный детектив почему у меня никаких эмоций не вызвал кроме разве что финала потому что он основан на на скажем так шерлоке холмсе по сути нас обыгрывается типичная как бы история шерлока холмса против мариарти только вместо шерлока холмс у нас мышка а вместо мариарти крыса то есть по сути это просто очередной рассказ в стиле шерлока холмса просто с рисовкой от диснея про мышей вместо людей и с легким юмором а в истории про шерлока холмса лично мне никогда особо не нравились у меня еще с детства как бы спасибо родителям на полочке практически все собрание сочинений комнат дуэли стоит и детский это я не сказал в детских ну ладно детских в школьных годах нам задавали на вне классное чтение этого шерлока холмса я его тогда читал и в осознанном возрасте его пытался перечитывать но вот хоть убей я не не вижу особо сильного смысла в этих историях они практически все строятся по одному и тому же шаблону который лично мне по крайней мере просто не интересен значит к шерлоку холмсу приходит кто-то со своей проблемой он ему высказывает холмс удаляется пропадает там на день на другой потом возвращается к ватсону указывает ему что вот это вот преступник надо его арестовывать они идут его арестовывать и только потом холмс задним числом ватсону рассказывает как все это было и как он его достал я не знаю мне просто подобные скажем так уклада вот это вот рассказа не интересен когда тебе уже грубо говоря на середине рассказа говорят что вот вот это злодей а потом по вторую половину рассказ тебе рассказывают как же холмс до этого додумался плюс мне нравится то что холмс знает все и вся просто вот ему достаточно взглянуть на все и он все знает весь себя такой гений прям вообще без изъянов и так такой вот прям идеальный человек во всем ну кроме того что наркоман собственно и поэтому когда я смотрел great mouse detective мне тоже он как-то не понравился единственное там в конце только весьма впечатляющая анимация когда происходит скажем так final boss battle на башне с часами на биг бене там вот анимация очень хорошо сделана особенно когда с видом от первого лица так вот ну или когда камеру вешают перед персонажем он двигается как бы вперед камеры перед ним и двигается как бы задний план получается вокруг него вот этот довольно эффектно смотрится но в остальном я сидел с покерфейсом абсолютно я просто скажу так что этот фильм не для меня и не не буду называть его плохим просто что это вообще мимо меня абсолютно опять же просто мне не нравится истории прошел а вот насчет black caldron черного котла да это очень очень средняя история среди очень-очень средних историй которых и так уже полным полно абсолютно неинтересно четвертый фильм уже как-то более занятный но он у него знаете другая проблема называется он оливера компания опять про животных про кошечка собачьих только уже в нью-йорке так сказать в трущобах начинать все с того что значит нам показывает котят который кто-то оставил там виде видимо я уже я с такой видел фильмы видимо в америке так принято когда от котов надо избавиться нет чтобы подать какое-то объявление типа заберите там купить или так далее они просто кладут их всех коробку выносит коробку на улицу и все и пошел чё с ними там будет вообще насрать и собственно вот там начинается как раз история с того что пачка хотят всех разбирают одного оливера один остается вот он начинает блуждать по окрестностям и встречает значит собаки на я не помню как его звать я уже много раз объяснял у меня проблем очень запоминанием у меня если они не постоянно не повторяются их просто не запоминаю ну и этот самый собаки наказ состоит такой своеобразной группе собаки на в которой живут в разваленном доме с местным бомжом который внезапно задолжал кучу денег какому-то мафиозу вот этот меня несколько смутило практически сразу этот мафиоз там на каком-то дорогущем лимузине приезжает на пирс и вытряхивает из какого-то бомжа деньги блин и видимо этим он только и зарабатывает потому что ничего другого нам не показали что очень странно ну короче да этому самому бомжу надо теперь за пару там тройку дней денег отыскать оливер влившийся вот в эту компанию как так удачно оказывается подобран богатенькой девчушкой вот ну и собственно решают они значит типа сымитировать то что значит они его похитили этого котенка и потребуют выкуп но все пошло как обычно не так и в итоге они короче все объединяются чтобы остановить злодея тут основная проблема пожалуй в том что как бы фильм условно можно поделить на две составляющие первая составляющая как раз собственно знакомство это самого оливера с этой самой компашкой собак там разные собачки есть с разными своими придурями что кстати мне очень сильно знаете напомнила одну из финальных сцен из леди и бродяга помните когда они это леди похищают и она оказывается в вольере с бездомными собаками там типа музыкальный этот номер устроили вот одна из собак в оливер и компании прям один в один это та же самая собака что оттуда риуза не ассетов скажем так но не суть вот собственно первая составляющая фильм это вот знакомство оливера с этой компашкой и так сказать вливание в коллектив то есть они там устраивают всякие разные сценки над людьми чтобы там их ограбить и по всякому вот и по большей части вот нам эти приключения показать это минут 30-40 а потом внезапно ни с того ни сего появляется как раз вот эта вот девчонка богатая вот оливер у нее оказывается и значит мы должны поверить что за пять минут они в грубо говоря влюбились друг в друга и жить без друг друга не может не могут и оливер потерялся и она сразу плачет и все дела такое ощущение как будто они снимали два разных мультика а потом это пришел кто-то из высших чинов компании дисней и сказал так у нас нет времени давайте что есть объединяйте все и выпускаем вот этот переход от первой части фильма к другой как-то смотрится несколько сумбурно вот этот появление от этой девчонки появление от этого плана так сказать бомжа вот а выкупе вот это вот все и переход такой на экшен когда начинаются там беготня и сумбур как-то несуразно это несколько смотрится я не говорю что это плохо просто говорю я создавал такое впечатление что два разных мультик смотришь просто склеенных воедино вот это пожалуй главный мой моя придирка к этому фильму в остальном такт в принципе неплохо на разок посмотреть можно но именно что на разок и не более того каких-то реально запоминающихся моментов я там на не запомнил так в принципе неплохой средний геймультик но и напоследок произведение 89 года русалочка тут наверно первую очередь стоит отметить что русалочка на n стал новой векой в плане анимации у диснея потому что собрала очень большую кассу и внезапно компания диснея поняла что может быть надо побольше вкладываться в эти самые анимационные произведения как-то больше их рекламировать и так далее ну короче я вот как-то заметил что вот именно после русалочки у диснея начался такой своеобразный ренессанс к начала штамповать хиты за хитами типа вот аладдина короля льва и так и тому подобное именно вот русалочка стал первым таким вот массовым успехом ну и вот посмотрел и сейчас и чё сказать очень спорное произведение во многом за счет персонажей как бы сама по себе история я думаю не надо рассказывать что из себя история представляет русалочку всех так так мало мальчик знают сама-то история как бы простенькая девочка влюбилась мальчика мальчик влюбился в девочку между ними появилась злодейка колдует всякую бяку и девочки с мальчиком надо эту злодейку теперь остановить история простая но вот персонажи которые там показаны как они обыграны серьезно вот что ариэль что ее батя тритон вот знаете вот там была одна сцена когда они друг с другом спорили вот мне вот в этой сцене прямо вот хотелось вот протянуть руки в телевизор туда внутрь схватить их обоих за загревок и так лбами друг с другом долбануть чтобы они заткнулись и образумились на потому что что один что другой ведут себя как индиистичные мудаки я понимаю ариэль она типа шестнадцатилетняя девочка кстати да шестнадцатилетняя а нам ее показывают практически полностью голой где цензура гуляла все это время они не никого это не смущало никогда вот ну да ладно это значит это шестнадцатилетняя девочка она абсолютно эгоистичная тварь натурально вот серьезно посмотрите минут первые десять с ее участием и абсолютно на все насрать она делает все как ей надо никого не слушает вообще никого не слушает в том числе и батю своего мать кстати не показали вот вообще нет даже никакого упоминания о ней нет куда она вот тоже подевалась и что тритон при этом тоже как бы воспитанием девчонки вообще никак не занимается но при этом чё-то от неё требует такой же эгоистичный ёб и вот я смотрю что на одного и смотрю на другого блин и вот у меня даже возникает вопрос а чего вы ожидали когда в это все закончилось тем чем закончилось что называется короче мне конечно понимаю что типа типичная история конфликта поколений но блин ну покажите вот так что у ваших скажем так этих самых поколений есть какие-то отличающие друг от друга черты во первых кроме того что одно поколение старше другого а во вторых покажите какие положительные черты у этих самых поколений есть потому что у ариэль кроме рыжих волос и красивого голоса ничего собственно и нет как я сказал она просто эгоистичная тварь а у тритона ничего кроме его гордости и вот этого трезубца которым он колдует всякую пяку вот серьезно я вот смотрел вот эту все вот эти сцены я просто не понимал а почему я должен переживать за этих персонажей моя воля я бы сам бы их прибил особенно короля и блять есть там такой король нафиг живет в подводном царстве я к воде вообще лучше не под подходить не буду и есть там такой кавычках самодержавец блин что принц тоже гений мысли блин похер что я вот с этой вот мадамой я рыжеволосый там столько-то время то провел в нее влюбился все дела насрать на нее у этой голос тот самый который мне нужен я ее знать не знаю но у нее есть голос блять гениально вообще я понимаю опять же что сказка вы будете сейчас говорить что мог сказки продираешься но смею заметить тот же вот лис и пес далеко ходить не надо тоже сказка тоже простенькая но там такого идиотизма нет там персонажи вот именно что персонажи у них есть как свои плюсы так и свои минусы у них есть свои собственные характеры нам есть скажем так причина за них переживать в русалочки опять же единственное за что я переживаю когда они блять сдохнут то есть мне вот абсолютно не понравилось это произведение с точки зрения нарратива а вот однако визуал и звуковое сопровождение там конечно выше всяких похвал опять же как я уже заметил видимо в этот момент как раз дисней понял что надо вкладываться в анимацию побольше мы там прям и анимационных трюков хороших здорово все обрисовано очень много яркие краски и музыкальных сцен там тоже полно вот это вот все делано да я смотрел без перевода потому что в переводе как когда я начал слушать эти песни в переводе я тут же переключил обратно на английскую озвучку сделайте себе одолжение если вы все время смотри смотрите мультики с русской адаптацией неважно какие если в этом мультике есть музыкальные номера хотя бы музыкальные номера смотрите в оригинале вы мне потом спасибо за это скажет так что да вот это вот декада скажем так меня как-то несколько разочаровала я ожидал гораздо большего во многом за счет того что я увидел в списке русалочку я подумал о ну все ща начнется блин сейчас будут так сказать хитяра за хитярой а тут уже прям первый живут в кавычках хитяра и уже скажем так испортил мне настроение смею заметить что из всего этого списка кроме русалочки я до этого раньше ни один из этих фильмов не смотрел так что такой своеобразный казус вот тот же лис и пес я посмотрел впервые и он произвел на меня такое вот сильное впечатление он мне очень понравился а русалочку я уже смотрел на наверно раз третий как минимум и от нее я бы немного поплевался даже остальные как я уже сказал в лучшем случае на разок вот и как то так на сегодня у меня к вам все спасибо за внимание до скорых встреч